Ярко, красочно и патриотично все ровно так же, как 65 лет назад. В 1959 году состоялось торжественное открытие школы номер 52. По случаю большого юбилея образовательного учреждения здесь собрались учителя, ученики и выпускники лицея, представители администрации города и МЧС России. Для гостей подготовили экспозицию о выдающихся представителях образовательного учреждения и его знаковых событиях. С момента открытия и до наших дней. Уважаемые и любимые ветераны, спасибо вам за ваш труд, за вашу учебу и низкий вам поклон. Спасибо работникам школы, учителям, директорам, конечно, нашей Татьяне Викторовне, за ту профессию, которую вы выбрали. Город вами гордится. Большое всем спасибо. За последние 10 лет школа неоднократно становилась победителем краевых конкурсов, среди которых школа здоровья. Именно на базе 52-го лицея впервые было открыто отделение движения первых, а в 2012 году был образован класс МЧС. С самого первого дня работы в лицее делали упор на патриотическое воспитание детей. Пару юные лицеисты говорят, как мы завидуем им, что они могут учиться в такой замечательной школе. Я хочу пожелать от лица депутатов Барнаульской городской думы процветания в вашей школе, уважения к педагогическому труду и поклонения нашим учителям. Звание педагога – это гордо и по-настоящему здорово. Это моя профессиональная, творческая, искрометная команда молодых и стажистов, самых лучших, самых любимых, самых красивых педагогов на свете. Уже через три года после открытия школы ученики и педагоги создали школьный музей истории, который был удостоен звания «Народный». А в прошлом году на территории лицея установили бюст Феликса Держинского и вернули лицею его имя. Дмитрий Дроздов, День с толком.